Здравствуйте! С вами социальный проект «Наши дети» на телеканале «Репортер». Сегодня мы поговорим о малышах, у которых страшный диагноз. Но они всей душой верят в свое выздоровление и очень хотят домой. А мы, взрослые, просто обязаны им помочь. Наши души любят детей. Этот Новый год для полуторагодовалого Дани и его родителей не принес радость. 1 января мальчику стало плохо и его положили в инфекционку. Спустя две недели в детское отделение онкогематологии. Рождественского чуда не произошло. Ему поставили страшный и очень редкий диагноз – нейробластома забрюшного пространства. Если говорить проще, у Дани обнаружили рак обоих надпочечников. Даниил Шкурка – единственный ребенок в молодой семье. Родители делают все, что в их силах, чтобы спасти жизнь малышу. В Украине помочь не решились. Просто потому, что специалисты не имели дела с таким редким диагнозом. Сейчас мальчик лечится в Дюссельдорфе. Он уже почти три недели в Германии. Они пришли недельную диагностику. Пока что удаление опухолей. Сказали, надо подождать с этим. Так как они уменьшились значительно, нет смысла их трогать, если он положительно реагирует. Сейчас он уже прошел практически четвертый блок химиотерапии. И вот у него берут стволовые клетки для подготовки. Его подготавливают для аутор-трансплантации костного мозга. Сначала немцы выставили счет в 50 тысяч евро. И это без учета гонораров, от которых немецкие врачи отказались. Однако после ряда обследований врачи назначили новое лечение и новый счет в 250 тысяч евро. Несмотря на то, что мы еще сумму не собрали, немцы говорят, что из-за того, что у нас редкая болезнь, они идут нам на уступку. И они уже потихоньку его подготавливают к дальнейшему лечению. Так как он реагирует положительно, он молодец, держится. Динамика на выздоровление у Дани положительная. Опухоли уменьшаются. Однако ему еще предстоит пройти курс лечения на протяжении 10-12 месяцев и реабилитацию. Собрать необходимо 250 тысяч евро. Понятно, что такой суммы у семьи нет. Родители Дани надеются только на неравнодушных одесситов, которые протянут руку помощи и смогут малышу дать шанс на выздоровление. Реквизиты на ваших экранах. Наши дожди любят детей. И если Даня уже в Германии, то родителям шестилетнего Жора еще предстоит собрать необходимую сумму для поездки в страну, где могли бы помочь мальчику. Выбор есть – Беларусь, Польша, Италия. Но большие надежды возлагают на Германию. Однако там на операцию потребуется не 200 тысяч долларов, а евро. И это только начальная сумма. Таких денег у родителей нет. У Жорика диагноз звучит страшно – острый лифобластный лейкоз. Спасти может только срочная операция по трансплантации костного мозга. К сожалению, единственный наш шанс выздороветь – это трансплантация костного мозга. Потому что лечение химиотерапии в нашем особенном случае, как нам сказали, у него просто не реагирует организм на лекарства. Поэтому в любой момент может произойти рецидив. Мальчик много болел. Его замучил бронхит и вирусные заболевания. А в декабре прошлого года особенно долго держалась высокая температура. Затем традиционно перед поступлением в школу ребенка проверяла медкомиссия. Плохие анализы крови насторожили и его отправили на консультацию гематологу. Страшный диагноз подтвердился. И уже в марте – отделение онкогематологии и химиотерапии. Теперь же цена жизни – время. Если бы у нас мы собираем деньги, мы уже должны уезжать. Наш лечащий врач сказал, что если бы они на вас напали уже, то вы бы уже были там, за границей. К сожалению, просто в Украине не проводится эта операция, потому что это трансплантация от неродственного донора. А подобные сложные и достаточно редкие операции делают только в Европе. Рассчитывать приходится только на простых одесситов, а также на спонсоров и меценатов. Ведь собрать нужно от 200 тысяч долларов до 250 тысяч евро. Для нашей, конечно, обычной простой семьи эта сумма, естественно, очень большая. Мы пытаемся со всех сил просто, естественно, что можно, как можно. Поэтому, ну, прежде всего, я хочу поблагодарить людей, которые уже откликнулись на наш зов о помощи, небезразличных людей к этой боли. Мы им очень благодарны и признательны, и незнакомым людям, которые звонят и помогают. И очень хочу обратиться с просьбой помочь нам. Я понимаю, что это очень большая сумма, но даже по чуть-чуть, кто как может. Для нас это очень много. И поддержка, и помощь. Несмотря на то, что после химиотерапии у мальчика плохое самочувствие и совсем нет настроения, ослаблен и ест без аппетита, он очень обрадовался сюрпризу. К нему в палату наведались самые настоящие клоуны. Давай, чтобы ни один на пол не упал. Давай, давай, давай. Мама, давай, короны, дыхайте, давайте. Класс, надо похлопать, они чемпионы, чемпионы. Насколько вот очень тут тяжело деткам, они, конечно, замыкаются в какой-то момент. И вообще не идут на контакты от этой боли, от этого всего. И достаточно сложно. По словам мамы Наташи, Жорик добрый, жизнерадостный и отзывчивый мальчик. А еще он по натуре настоящий борец. И потому ему удастся побороть болезнь. Верит мама. Главное, вера в людей и в добро, а значит и в победу над болезнью. Мы будем бороться, мы будем идти до конца. И все будет хорошо. И мы в искренне все верим. И в поддержку, и в Жорку верим. И он у нас молодец. Он все выдержит, прорвется, будет жить, радоваться этой жизнью. На самом деле очень веселый, отзывчивый, добрый мальчик. Очень любит играть. И клоуна очень любит. Жорик очень хочет поскорее вернуться домой. Он скучает по играм во дворике на Молдаванке вместе с друзьями. Буквально недавно спрашивал маму, так хочу домой, так соскучился за домом. Поэтому он собирается обязательно вернуться домой. Папа ему обещал в первый день, как только он выздоровеет, исполнить все его капризы и желания. Поэтому он в ожидании этого дня, в ожидании возвращения домой, к своим друзьям, к исполнению всех желаний его. И мы тоже. Наталья Тарасенко отмечает, что наедине со своей бедой не остается. Ей помогают справиться как родственники, так и люди в белых халатах. Здесь не просто сопереживают. Здесь живут общие боли у всех и каждого ребенка отдельно. Тут, что немаловажно, оказывается огромная психологическая поддержка родителям. Я хочу поблагодарить и сказать огромное спасибо всем врачам этого отделения. Медсестрам, всем девочкам. Очень внимательные, заботливые. Наш лечащий врач, молодец, Наталья Витальевна. Она просто как мама. Как мама для этих детей. Тут все врачи, им низкие поклоны, благодарность за то, что они, за их работу. Это не работа, это, наверное, все-таки их жизнь, потому что это очень тяжелая работа. За отношение к деткам, за отношение к матерям, за понимание, за поддержку. Семья Тарасенко очень надеется на помощь и поддержку добрых людей. Мы тоже верим, что на просьбу помочь вылечиться маленькому Жорику откликнутся небезразличные одесситы. Реквизиты на ваших экранах. Вообще хочу сказать, не забывайте о том, что есть такие детки, которые ни в чем не виноваты, которые очень нуждаются в любви, поддержке посторонних людей, людей, которые живут там, в той жизни, скажем так, за забором. Наши дети любят детей. Если положить на счет хотя бы несколько гривен, получится вполне солидная сумма. Так, может быть, именно ваших средств не хватает, чтобы спасти жизнь маленьких детей. Так, так, все так, мы, по-подолочкам. Мама, вот когда мы вообще. Вот тогда. Потому что, кто за мой человек даже. Наши дети любят детей. Редактор субтитров А.Семкин